Верните смертную казнь хотя бы на один день, хотя бы только в отношении меня. В своем последнем слове перед вынесением приговора Айнур Харрисов был немногословен. Казалось бы, искренне, после совершенного зверства, желал себе смерти и был в своем желании весьма настойчив. Однако очень скоро одну настойчивость сменила другая, причем прямо противоположная. То ли поняв, что спектакль с жаждой смерти не задался, то ли воспылав жаждой жизни, причем желательно на свободе. Кровавый отчим через своего адвоката потребовал смягчения приговора по целому ряду веских причин. На этом процессе обвинение представлял прокурор республики ЛДУ Снафиков. Решение о том, что Айнур Харрисов отправится в колонию особого режима на всю оставшуюся жизнь, оглашал заместитель председателя Верховного суда Максим Беляев, предварительно зачитав всем присутствующим, в том числе и самому кровавому отчиму, подробности страшной бойни, именуемой Сухо, материалы уголовного дела. Вырезал ночью целую семью, отходившую ко сну, последовательно убивая замкнутых в пространстве жилища родственников, на глазах друг у друга, сознавая, что они не безразличны к увидимому, и от насилия к близким испытывают особые страдания. На ожидаемый многими приговор Айнур Харрисов никак не отреагировал. Казалось, после чистосердечного признания ему уже все равно, где существовать. Но это только казалось. Неожиданно адвокат кровавого отчима решил, что пожизненный срок за жизнь женщины и двоих детей и искалеченную судьбу выжившего мальчика – это все-таки слишком сурово. В апелляционной жалобе адвокат указывал, что выводы комплексных психолого-психиатрических экспертиз в части отсутствия у Харрисова аффекта в момент совершения преступлений являются неверными. Кроме того, на момент проведения экспертиз не было известно о травмах головы ее подзащитного. Детальный рассказ о кровавой расправе, сотрудничество со следствием, чистосердечное признание, а также положительные характеристики с места работы. Старенькая мама, за которой надо ухаживать, и малолетний ребенок, которого надо воспитывать. Те важные и смягчающие обстоятельства, которые, по мнению адвоката Харрисова, никак не соответствуют строгому приговору. Я вышел, скачу, я рос на кровати, и смотрю, там мама лежит. Дердикта вышестоящей инстанции ждал не только Харрисов, но и маму убитой им женщины, бабушках погибших мальчиков. Старушка изначально боялась, что убийца, едва оказавшись на свободе, попросту добьет и ее саму, и ее чудом выжившего внука, единственного родного человека, который у нее остался. Ждать пришлось совсем недолго. Судебная коллегия по уголовным делам 4-го апелляционного суда общей юрисдикции, приговор Верховного суда Республики Татарстан в отношении Харриса Войнура Хамитовича оставила без изменения апелляционную жалобу без удовлетворения. Мария Молоченкова, Максим Малов, Телеканал, эфир.